Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». И мы сегодня будем читать пятую главу этой книги. С первого по одиннадцатый стих тема о грехе и смерти Анания и Сапфира. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Надо прямо сказать, что внешне как бы ничего страшного Анания и Сапфира не совершили. Человек имеет право оставить что-то у себя, а что-то пожертвовать на тело Божие. Но предосудительность их деяний заключается в том, что они лицемерят. Они не договаривают до конца. Если бы они пришли и сказали, вот мы оставили себе что-то, а вот что-то мы сжаты на дело Божие, никаких проблем не было бы. И далее. Но Петр сказал, у Петра был без сомнения дар, этот дар называется развлечение духов, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» И далее Петр резонно замечает, что он мог открыто засвидетельствовать о том, что вот он себе что-то оставил, а что-то он отдает. «Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не человеком, а Богу?» «Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это, и, став юноше, приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили». То есть Анания, он первый пришел без сапфиры, своей жены. «Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, да, за столько. Она тоже врет, у нее сговор с мужем. «Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила Дух. «И юноши, войдя, нашли ее мертвой, и, вынеся, похоронили подле мужа ее, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». То есть они погибают не за то, что что-то оставили у себя, а за то, что они утаили и решили солгать, как будто они все отдали, ничего не оставили. Конечно, такая ложь была для того, чтобы неплохо выглядеть в глазах всех, но это недопустимо. Ибо в Библии сказано, что всякая неправда есть грех. Они могли вообще ничего не давать апостолам, но при этом они были бы христианами, а ложь – это очень опасное явление. На самом деле человек иногда говорит неправду и не из корыстных каких-то побуждений, а из деликатности, чтобы не обидеть кого-то. Но и в этом случае, наверное, лучше промолчать, чем лгать, ибо отец лжи есть дьявол. Далее мы читаем о знамениях и чудесах в Иерусалиме. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения, чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Почему-то эта деталь в притворе Соломоновом, потому что там могли находиться не только евреи, но и пришельцы, язычники могли заходить в притвор Соломонов. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, то есть лицемерно, а народ прославлял их, верующих же более и более присоединялось к Господу, то есть присоединяясь к церкви, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра, осенило кого из них». То есть такие были чудеса и знамения, что даже тень апостолов исцеляла. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все». Как вот о христе неоднократно говорится в Евангелии, в Евангелиях исцелил всех. Так вот уже и апостолы совершают нечто подобное. Далее говорится о том, как апостолы вновь заключаются в тюрьму, но ангел Господень освобождает их. «Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской» – это то, о чем я говорил ранее, почти все первосвященники были саддукеи, то есть либеральные богословы, обновленцы, как бы сейчас сказали, «исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили». То есть здесь мы видим, что даже ангелы Божии активно вмешиваются вот в эту ситуацию. «Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу», то есть в народную темницу. Что значит «народная темница»? Немножко непонятно. Может быть, имеется в виду «эмхаарец», то есть туда заключались простые люди, люди земли. «И послали в темницу привезти апостолов, но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «темницу мы нашли запертую, со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, пересвященник, начальник стражей и прочие пересвященники недоумевали, что бы это значило. Они не могли понять, а как это можно покинуть темницу, если замки все, засовы оказались нетронутыми. «Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями». То есть их без принуждения пригласили прийти на собрание Синедриона. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их пересвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем, и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Эта тема уже рассматривалась нами на прошлых беседах. Вот здесь надо понять, что мы христиане, хорошие граждане своей страны, хорошие граждане. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, мы платим налоги и мы слушаемся властей, но до известного предела. А когда воля властей расходится с законом Божьим, мы оставляем за собой право не соглашаться с их решением. Вот это то, о чем здесь Петр и говорит от лица прочих апостолов, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Далее. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему, то есть Христу, всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». А какая была реакция вот этих членов Синедриона? Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. То есть они буквально скрежещут зубами на апостола Петра и на прочих апостолов. «Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, кстати, тайный ученик Иисуса Христа. его имя внесено в связцы православные. Гамалиил — это Гамалиил первый цадик, праведник своего времени. Он очень почитается в иудаизме и очень известен. Достаточно сказать, что его внук, Гамалиил II, отлучит христиан от синагоги». Но это будет уже к концу I века. «Законоучитель, уважаемый всем народом, Савл учился, кстати, у ног Гамалиила, по преданию Иоанн Богослов и архидиакон Стефан были тоже учениками Гамалиила. Если вы посмотрите житие архидиакона Стефана, именно Гамалиил с честью похоронит останки архидиакона Стефана. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, то есть членам Синедриона, «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, то есть церковь, и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. То есть он говорит то, что он может говорить в такой ситуации. Он тайный ученик Иисуса Христа. «Они, послушав его, то есть вняв его словам и призвав апостолов, били их и запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их». То есть апостолы отделались незначительными травмами. «Они же, апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». То есть они с радостью восприняли эти побои, это уничижение их, потому что Господь заповедовал «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас и поносить вас всячески меня ради». И последний стих 42-й сегодняшней главы. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благоествовать об Иисусе Христе». Как Христос проповедовал в храме, апостолы проповедуют в храме, ходят на молитву в храм, как мы видим. И, как говорится, в окончании книги Евангелия от Луки они пребывали в храме, благословляя и прославляя Бога. Это две разных формы богослужебные. И здесь всякий день, что значит всякий день, то есть при первой возможности они приходили в храм, и по домам не переставали учить. То есть они еще ходили и по домам и собирали людей на свои собрания по домам, потому что никаких храмов у христиан вот таких явных не было до момента законной легализации церкви, когда светская власть все-таки смирилась и признала ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова